Сегодня Карачаево-Черкесию посетил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он принял участие в ежегодном августовском совещании педагогических работников Карачаева-Черкесии. Подробнее Артур Мкце. Руководитель Федерального надзорного ведомства Анзор Музаев днём ранее принимал участие в совещании работников образования Кабардино-Балкарии. В рамках визита по регионам Северного Кавказа следующий стала Карачаево-Черкесия. Около центра для одарённых детей «Спутник» в Черкесии развернулась настоящая образовательная экспозиция. Вузы, колледжи и лицеи Карачаева-Черкесии демонстрировали в своих шатрах плоды обучения воспитанников, сладости, предметы труда, творческие работы. Выставку приурочили к началу ежегодного августовского совещания педагогов, в котором также принимают участие представители органов власти, профильных региональных и муниципальных ведомств и комиссий. На этот раз мероприятие посетил и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. После приветственного видеообращения главы Минпросвещения Сергея Кравцова, Анзор Музаев рассказал о ряде экспериментов и решений, которые должны облегчить труд педагогов. В частности, речь идёт о сокращении для учителей количества бумажной работы. Так, многие школьные наставники в дополнение к введению дневника в электронном виде по старинке продолжают заполнять и бумажную его версию. Кроме того, пока велико количество документов, которые в образовательных учреждениях собирают, так сказать, на все случаи жизни. А ведь многое можно решить на уровне региона, не вешая всё на педагогов. Также глава федерального ведомства обратил внимание на важность постоянного контакта с родителями учащихся и на создание оптимальных условий для образовательной деятельности. Да, зарплата, конечно же, это, наверное, самый важный стимул в нашем нелёгком труде. Но какая бы высокая зарплата ни была, как бы нелегко было с родителями, если рабочее место учителя с протекающим потолком, с отсутствием интернета, оборудования, с окнами, из которых дует и сквозит желание работать, ко всем прочим проблемам вообще испаряется. Также в ходе выступлений было обращено внимание на современные вызовы в образовательной среде и пути их решения. В частности, большое внимание должно быть уделено изучению истории. Так, уже 1 сентября в школы поступят новые учебники для 11-х классов с актуальной информацией. Во время мероприятия состоялось и чествование учителей за многолетний труд. В числе отмеченных директор 7-го городского лицея Учжигуты Зухрачемаева, посвятившая педагогической деятельности более 35 лет. Надеюсь, еще успею принести что-то новое, что-то полезное внести в свою работу. Естественно, эта награда не только моя личная. Я разделяю свою награду со своим коллективом, со своей командой. Августовское совещание почти всегда служит этаким вектором для дальнейшей деятельности педагогов республики. В этом году система образования прошла подготовку к новому учебному процессу. Учителя также продолжат уделять большое внимание не только образовательной работе, но и патриотическому воспитанию подопечных. Да и оснащение теперь куда лучше прежнего. В этом году мы сдаем 18 школ. Хочу отметить, что по поручению главы мы их сдаем досрочно. 1 сентября 18 школ у нас сдаются. 5 школ у нас остаются до конца текущего года. Из них 4 школы откроются в ноябре уже и в декабре откроется крайняя школа. Очень важно отметить, что в прошлом году мы отремонтировали 18 школ. И 5 школ у нас переходящих было из года в год. В общем количестве у нас 42 школы, которые не просто прошли капитальный ремонт, а получили новое оборудование, получили новые книжные пособия и получили новую мебель. И самое главное это блоки питания. Я всегда с удовольствием посещаю Карачаево-Черкесию, город Черкесск. Оцениваю, как всегда, по высшему баллу. Здесь педагоги, учителя. Именно в год педагога и наставника всегда радовали нас на федеральном уровне из года в год теми результатами, которые они показывают. Примечательно, что в день посещения руководителя федеральной службы на базе центра «Спутник» был открыт IT-куб, в котором школьников ближе познакомятся с сферой высоких технологий и тем, где могут быть применены полученные ими знания. Артур Мухцем, Мухаммед Тошибоков, Вести, Карачаево-Черкесия.